МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Европротокол в помощь. Зачастую причиной огромных пробок на дорогах Владивостока становится незначительное ДТП. Как не стать виновником и заложником транспортного коллапса? Данный бланк заполняется считанные минуты, что существенно экономит время. Мягким способом спасенных в Приморье тигров собираются выпустить в дикую природу по новой методике. Молодые архитекторы-энтузиасты и группы поддержки хотят сохранить один из самых замечательных памятников зодчества 19 века в Приморье – дом Янковских. Это единственное строение от всего, что осталось отсозданного Янковскими в нашем крае. Также в выпуске. Виновник и пострадавший в одном лице. Серьезное ДТП произошло в Приморской столице. Очевидцы считают, что водителя подвел телефон. И еще расскажем. В Приморье продолжаются культурные мероприятия в рамках перекрестного года Японии в России и России в Японии. Лозунг «Япония, которую вы не знаете» объединил события, которые ждут приморцев. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Во Владивостоке сотрудники полиции задержали семейную пару, которая подозревается в мошенничестве в сфере туризма. Супруги подозреваются в том, что обманули на 2 миллиона рублей 20 местных жителей, которые купили турпутевки за границу. Ранее в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступили 20 заявлений жителей Краевого центра о том, что одна из туристических фирм не выполняет условий договоров по предоставлению туров за пределы Российской Федерации. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 2 миллионов рублей. По подозрению в мошенничестве, полицейские задержали двух жителей Владивостока 32 и 29 лет, которые являются супругами в отделе полиции. Их допросили в качестве подозреваемых. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Серьезное ДТП произошло недалеко от фетисов арены. На трассе в машину дорожных служб врезался Сузуки Эскуда. Водитель не успел затормозить перед ЗИЛом и буквально залетел под него. Фото и видео с места происшествия разместили в популярных ДПС-сообществах сети Инстаграм. Как сообщают очевидцы, водителя госпитализировали. Большинство подписчиков считают, что причина происшествия – это невнимательность водителя, вызванная повышенным интересом к своему телефону. Автолюбители крайне негативно относятся к использованию данного средства связи за рулем. Другой возможной причиной происшествия некоторые подписчики называют механические особенности самого автомобиля, за рулем которого находился водитель и пострадавший в одном лице. Однако зачастую причиной огромных пробок на дорогах Краевого центра становится незначительное дорожно-транспортное происшествие. Участникам аварии приходится часами ждать сотрудников ГИБДД. Этих проблем можно избежать, просто оформив так называемый европротокол. Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии – это документ, на основании которого потерпевшая сторона может получить компенсационные выплаты по страховому полису. Он заполняется участниками аварии самостоятельно, без привлечения сотрудников ГИБДД. Как быстро, удобно и легко оформить ДТП с помощью европротокола, узнаем из сюжета Светланы Садовой. Оформить дорожно-транспортное происшествие самостоятельно, без привлечения сотрудников ГИБДД, сегодня можно быстро и легко с помощью бланка извещения о ДТП, среди владельцев известного как европротокол. Это официальный документ, на основании которого потерпевшая сторона может получить компенсационные выплаты по страховому полису. Европротокол заполняется участниками аварии самостоятельно. Главный критерий – сумма причиненного ущерба не должна превышать 50 тысяч рублей. Кроме того, в таком ДТП не может участвовать более двух автомобилей. Данный способ оформления документов имеет ряд преимуществ. Это не нужно ожидать на месте прибытия сотрудников ГОИ. Данный бланк заполняется считанные минуты, что существенно экономит время. А также это является законным способом для избежания административного штрафа за нарушение правил дорожного движения. Если участники ДТП сомневаются, что смогут заполнить европротокол самостоятельно, можно вызвать аварийного комиссара. Однако последнему придется заплатить. Действия во время заполнения европротокола такие же, как у инспекторов ГИБДД. Необходимо сфотографировать места аварии, повреждения у автомобилей, а также зарисовать схему ДТП. Для этого в европротоколе предусмотрена специальная графа. Тем самым они сокращают время оформления дорожно-транспортной полицией прибытием. То есть они можно уложиться, то есть минут 15 уходят на оформление европротокола. И в страховую компанию, то есть не составляя труда, также получить выплату. Европротокол, он юридическую силу имеет очень даже серьезную. Часто незначительное дорожно-транспортное происшествие становится причиной огромных пробок на дорогах Владивостока. Участникам аварии приходится часами ждать сотрудников ГИБДД. Этих проблем можно избежать, просто оформив европротокол. Главное – заполнить документ правильно. Если заполнено, конечно, все правильно, с соблюдением указанных условий, все будет хорошо. Еще одно условие для оформления ДТП – гражданская ответственность владельцев транспортных средств должна быть застрахована по полисам ОСАГО или КАСКО. При этом обстоятельства причинения вреда не должны вызывать разногласий у участников аварии. Если же ни одна сторона не считает, что именно ее действия стали причиной ДТП, для урегулирования спорного вопроса все-таки потребуется помощь инспекторов ГИБДД. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Нескольким улицам Владивостока присвоены новые названия. Например, четыре из них, расположенные в поселке Трудовое, теперь носят названия «Былинная», «Благодатная», «Заветная» и «Булатная». В ближайшее время они будут закреплены специальным постановлением. Именем художника Федора Рокотова названа улица в пригороде Краевой столицы. Она расположена по соседству с улицами, носящими имена других известных русских художников Левитана, Саврасова и Воснецова. Улица Зеленый бульвар появилась в микрорайоне Зеленый угол. Еще две новые улицы появились по соседству с улицей Порт-Артурской. Продолжая тематику русско-японской войны 1904-1905 годов, специалисты предложили назвать их в честь героев этой войны – Василия Рябова и Василия Зверева. К слову, еще одно изменение коснулось остановки общественного транспорта, театр оперы и балета. Теперь ее название звучит как «Мариинский театр. Приморская сцена». А вот часть главной улицы Приморской столицы Светланской в ближайшую субботу будет перекрыта. Это связано с проведением акции «Ночь музеев» 19 мая. Движение и парковку автотранспорта ограничат в районе музея имени Арсеньева. Время ограничения с 9 утра 19 мая до часа 30 минут 20 мая. Объезд будет осуществляться по улицам Светланская, Пасиетская, Алиутская, Первая морская и Пограничная. Упрощенный визовый режим, дающий возможность гражданам 18 государств максимально быстро и просто получить разрешение на въезд в Россию, уже позволил 10 тысячам путешественников познакомиться с Приморьем. К слову, лидерство в рейтинге путешественников по-прежнему сохраняют граждане Китая. Из этой страны к нам прибыло почти 7 тысяч гостей. Также интерес к электронным визам сохраняют японцы. Из страны восходящего солнца прибыли около 3 тысяч путешественников. Кроме того, благодаря упрощенному визовому режиму с Приморьем познакомились граждане Сингапура, Индии, Саудовской Аравии, Мексики и некоторых других стран. Большая часть туристов прибыла в регион через аэропорт Кневичи. Однако почти 700 гостей воспользовались правом въезда на пропускных пунктах Полтавка, Пограничный и на морском пункте пропуска Владивосток. Планируется, что в скором времени механизм электронной визы будет распространяться на все международные аэропорты Дальневосточного федерального округа. Соответствующий законопроект уже утвержден правительством России. Новый революционный для нашей страны механизм повысит туристическую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом. Тем временем в Приморье продолжаются культурные мероприятия в рамках Перекрестного года Японии в России и России в Японии. О том, что еще ждет жителей и гостей края в рамках этой программы, рассказал генеральный консул Японии во Владивостоке Касай Тацухико. С подробностями мой коллега Дмитрий Виломеснов. Японию, которую вы не знаете. Именно этот лозунг объединил события, которые пройдут в столице Приморья в рамках Перекрестного года России и Японии. Как сообщил генеральный консул Японии во Владивостоке Касай Тацухико, срок проведения этого Перекрестного года с сентября 2017 года по июнь 2019 года. В консульском округе прошло уже 46 мероприятий. Планируется еще столько же. Так, в начале июня Владивосток посетит японское учебное парусное судно Каямару. Планируется, что экипажи обменяются опытом с курсантами Морского государственного университета имени Невельского и проведут спортивные соревнования. Этот Перекрестный год покрывает не только культуры и спорта, но и в разные области, как в политике, в экономике, в научном сотрудничестве, образовании и в молодежных обменах, региональных обменах. Также в Приморье пройдут фестивали японского кино, Дни японской культуры, выступления театра кабуки, кимоно-шоу, турниры по дзюдо, самбо. Жителей и гостей Владивостока ждет и концерт известной японской певицы Текико Като, которая стала известной в том числе и благодаря исполнению песни «Миллион алых роз». В рамках знакомства с культурой Японии запланированы мастер-классы по каллиграфии, боевому искусству кэндо, оригами, открытие примерочных традиционного японского костюма, студии чайной церемонии, выступления традиционного японского театра «Но». Одно из событий, которое ждет приморцев буквально в ближайшие дни – выставка японского фонда «Современные Нецки», которая откроется в музейно-выставочном комплексе в ГОЭС. Генконсул Японии отметил, что главное желание их стороны, чтобы россияне и, в частности, жители Владивостока, лучше узнали свою соседку – страну восходящего солнца. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Мягким способом спасенных в Приморье тигров собираются выпустить в дикую природу по новой методике. Молодые архитекторы-энтузиасты и их группы поддержки хотят сохранить один из самых замечательных памятников зодчества 19 века в Приморье – дом Янковских. Любители интеллектуального массажа на свежем воздухе смогли насладиться новым для Владивостока видом экскурсий. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Мягким способом спасенных в Приморье тигров собираются выпустить в дикую природу по новой методике. Молодые архитекторы-энтузиасты и группы поддержки хотят сохранить один из самых замечательных памятников зодчества 19 века в Приморье – дом Янковских. Любители интеллектуального массажа на свежем воздухе смогли насладиться новым для Владивостока видом экскурсий. Юбилейные – так называют тигров Сайхана и Лазовку, которые стали 10-м и 11-м тиграми, выпущенными из центра реабилитации в селе Алексеевка в Приморье. Редких животных отправили в один из районов Еврейской автономной области. Там их выпустят в дикую природу. Причем впервые это сделают мягким способом. Подробности в нашем следующем сюжете. Раненого браконьерами Сайхана в декабре 2016 года обнаружили в пожарском районе местные жители. Тигренок буквально истекал кровью. Жуткая травма головы казалась смертельной. Но Сайхан выкарабкался. Тигрицу Лазовку егеря спасли в январе 2017 года. Малышка осталась без матери и искала пищу на мусорной свалке вблизи поселка Лазо. Браконьеры повредили ей лапу. В центре ветеринары успешно прооперировали тигров и до последнего дня оберегали их от посторонних глаз. Чем меньше тигр видит человека, тем больше шанс, что он не зайдет в населенный пункт. Когда хищники подросли, их начали готовить к выпуску в естественную среду. Поскольку в общем вольере хищники подружились, выпускать их в дикую природу тоже решили вместе. Чтобы звери лучше перенесли дальнюю дорогу, егеря усыпили их транквилизаторами, завязали глаза и погрузили в автомобили. Хищников доставили в Еврейскую автономную область, туда, где в тайге много кабанов и косуль. У Сайхана и Лазовки есть неделя, чтобы освоиться на новом месте. После наволю тигров впервые выпустят мягким способом. Около 10 дней они проведут во временном вольере, а уже потом, когда освоятся, вольер дистанционно откроют, и хищники сами смогут уйти в тайгу. Но без присмотра своих подопечных егеря не оставят. Тигров снабдили ошейниками с GPS-модулем. Сайхана и Лазовку называют юбилейными. Они стали 10-м и 11-м тиграми, выпущенными из центра реабилитации в селе Алексеевка. Экологи надеются, вскоре эта пара создаст семью и пополнит популяцию. Сейчас в Приморском крае обитают более 550 амурских тигров. Анна Бережная, Евгений Апарин, Новости на Восьмом. Сегодня к сохранению исторических памятников Приморья присоединяются не только профильные предприятия и ведомства, но и обычные граждане, которым не безразлична судьба исторического наследия края и родной земли. Молодые приморские архитекторы-энтузиасты и их группы поддержки хотят сохранить один из самых замечательных памятников зодчества XIX века – дом Янковских. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня замок Яна Янковского знаком многим приморцам. Он стоит на побережье бухты Витязь, его архитектура привлекает туристов и по сей день. И это одно из немногих сохранившихся свидетельств, называемых многими историками и краеведами, ни много ни мало временем Янковских. Династия предпринимателей-переселенцев внесла значительный вклад в развитие Приморья в середине XIX века. Ее представители открывали торговые дома, отстраивали производство и промышленность. К сожалению, сегодня от многих достижений тех времен осталась только память. Но замок – материальный символ процветания тех лет. Ценность здания очень высокая, потому что это единственное строение от всего, что осталось отсозданного Янковскими в нашем крае. Янковские – это были уникальные люди. Отец Яна, Михаил Янковский, попал в Приморье в 70-х годах XIX века. К тому времени он уже успел поучаствовать в польском восстании 1863 года, стать катаржанином и лишиться всех дворянских прав и освободиться по царской амнистии. А в наши края он попал по приглашению для участия в научной экспедиции на Дальний Восток. Позже у него родился сын Иван, он же Ян Янковский. Собственно, он и руководил в 1918 году строительством трехэтажного замка для того времени довольно солидного. Он имел и множество комнат, и потайной вход в подземелье, и бильярдную, и даже роскошь для тех лет – телефонную связь. Сегодня от всего этого великолепия остались руины. Но молодые приморские архитекторы, такие как Ирина, помогают историческому наследию сохраниться хоть в каком-то виде, пока на голом энтузиазме. В будущем они планируют привлечь внимание власть имущих и как-то изменить ситуацию. Здесь без коммерческой составляющей никак. И вот есть заинтересованный Константин Сергеевич Богданенко. Он, собственно, с авиаполисом Янковских связан. Ну, уже фамилия как бы уже с ним связана. Поэтому он заинтересовался этой возможностью, потому что знает ценность этой семьи для нашей истории. Впрочем, не только вице-губернатором единым. И если повезет, уверена Ирина Суботина, дом Янковских станет самоокупаемым туристическим объектом. Однако на его восстановление также нужен какой-то стартовый капитал. А потому общественное внимание – первый шаг на пути к цели. На восстановление уйдет достаточно много, не меньше 15 миллионов, это точно. Плюс это исторические объекты, долгие согласования будут, экспертизы. Пару лет назад даже была проведена специальная экспертиза, дабы выяснить, насколько плачевно состояние здания. Судя по фото и схемам, уверена Ирина, действовать пора уже сейчас. Ну а Восьмой канал продолжит следить за судьбой исторического наследия семьи Янковских. Вполне возможно, в будущем у Приморья появится не только новый туристический объект, но и повод для гордости за своих сограждан, своими силами, защищающих исторические ценности родного края. Олег Завьялов, Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Любители интеллектуального массажа на свежем воздухе в минувшие выходные смогли насладиться новым для Владивостока видом экскурсии. Диалог с морем – так прогулку в наушниках называют организаторы. Он призван научить жителей и гостей Приморской столицы отдыхать не только активно, но и осмысленно. Подробности в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Не каждый день жителю большого города удается расслабиться, оглядеться вокруг и подумать о чем-то важном – окунуться в первозданную красоту ландшафта. Впрочем, Владивостоку в этом отношении повезло чуть больше. Он стоит на море и является портовым городом. Именно диалога с морем организаторы необычных экскурсий хотят добиться. И на пробную прогулку пригласили местных лидеров общественного мнения, блогеров и даже чиновников. Вот давайте и посмотрим. Для меня сегодняшнее мероприятие имеет как профессиональный интерес, безусловно, мне очень важно, чтобы у нас появлялись новые, в том числе, экскурсионные проекты. Этим богата наша туристская отрасль как таковая. Мы должны показать всю привлекательность, всю особенность нашего приморского города. Все участники получают наушники, связанные в единую аудиосистему. В определенный момент голос как бы из-за городских кулис командует нам идти за куратором, и мы выдвигаемся. Виртуальный экскурсовод указывает нам, что делать и как именно ощущать и смотреть на город. За счет этого достигается своеобразный эффект погружения, и это действительно интересный и необычный опыт. В процессе прогулки мы слышим комментарии о городе и его самобытности. Иногда участников заставляют поднять руку, обняться или кивнуть друг к другу. Но в целом атмосфера и музыкальное сопровождение настраивают на добрый лад и по-своему расслабляют. И вот спустя какое-то время мы добежали до долгожданного моря, а оно вдруг стало говорить с участниками экскурсии. Причем вовсе не в переносном смысле, не забывая для начала прочитать про себя краткое резюме. Меня восхищает то, какие вы маленькие, но при этом считаете себя самой значимой частью вселенной и думаете, что управляете всем миром. Но вы живете лишь на суше и даже замечать не хотите, что каждый день я участвую в вашей жизни. Глядя на всю эту красоту в наушниках, стоит помнить, что мы находимся на улице, здесь машины, здесь прохожие. Нужно быть осторожными, о чем, кстати, предупреждают организаторы экскурсии. Общую протяженность прогулки организаторы оценивают в 4000 шагов. Маршрут включает в себя и спортивную набережную, и так называемую береговую линию Тихоокеанского флота, вплоть до дедостроенного хаята. В конце пути у гостей экскурсии остались самые разные, но в целом позитивные впечатления. На мой взгляд, это был такой небольшой микс между медитацией, популярной психологией и определенным, скажем так, релаксом. Это был интерактив с морем. Это был не диалог с морем, это был диалог с самим собой, который иногда полезно про себя раскрутить и вспомнить о том, что есть хорошо, что такое не очень хорошо. Такие прогулки – это хороший очень способ, на мой взгляд, выделить там из своего режима 40 минут и просто отключиться, подумать о чем-то важном, о чем-то глубоком, чуть-чуть философском. Организаторы обещают, что такое действие – не единственный возможный формат диалога с морем. Конкретно этот они назвали философским и наталкивающим на размышления. Впереди более интерактивные и активные комплектации необычных экскурсий. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Тем временем во Владивостоке побит майский температурный рекорд. Как сообщили синоптики, 11 мая воздух прогрелся выше прежнего экстремального значения для этого числа, наблюдавшегося еще в 1944 году. Однако приморская погода крайне переменчива. Уже в середине недели глубокий циклон с фронтальными разделами пройдет над северными районами Приморья. Дожди охватят большую территорию края. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере. Возможны грозы, шквалистые усиления ветра. За фронтами вторгнется холодный воздух с севера, и температурный фон понизится. Максимальная температура воздуха в четверг понизится на 1-3 градуса. А последний рабочий день станет еще прохладнее. Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. А вот во второй половине недели температурный фон понизится на 2-4 градуса. Далее о спорте. 62-я парусно-гребная регата МГУ стартовала в Приморской столице. Традиционные недельные соревнования морского университета собрали в первый день 10 команд. В течение следующих дней на акватории Амурского залива моряки будут показывать свои навыки в гребле, в парусных гонках, а также в перетягивании каната. Ну а все подробности узнаем у Максима Яковлева. Многие думают, что сегодня курсанты и сотрудники морских университетов умеют работать лишь с современной плавающей техникой. Однако в мае каждого года во Владивостоке можно убедиться в обратном, на традиционной гребно-парусной регате МГУ имени Невельского. Эти соревнования уже 62 года проверяют на прочность людей, решивших так или иначе связать свою жизнь с морем. В 1956 году она прошла впервые. Хранится память о том человеке, который все это организовал. Это старейший преподаватель Морского университета Евгений Иванович Жуков. Большое количество участников. Ребята с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Программа соревнований ежегодно удивляет разнообразием. За неделю мореплавателям приходится показать свое мастерство и на веслах, и на парусах, и даже в перетягивании каната. Участвуют здесь не только студенты МГУ, но и учащиеся других морских образовательных учреждений. Открывает неделю разнообразных соревнований тяжелая грибная гонка на ялах. Очень важно для ребят, которые осваивают морское дело, почувствовать настоящую морскую стихию. Где это можно сделать? Только вот на таком ботике Петра, Яли-6, как он называется, где и ветер, и волна, все с тобой рядом. В этот раз особого разброса в гонке не было. Соперники шли плотно практически всю отведенную милю. Лидеры определились примерно за 300 метров до финиша. За победой гребли судомеханики МГУ и курсанты из ТОВМУ. Именно эти ребята в черно-синей форме в итоге пришли первыми, обогнав конкурентов всего на пару секунд. И это при том, что команда военно-морского училища недавно пополнилась новичками. Большинство уже старшекурсники и двое человек с младших курсов. Те, кто постарше, уже тренируемся постоянно, уже четвертый год. Есть двое человек, которые, это их первое соревнование, можно сказать, дебют. Но это только начало. Впереди плотный график соревнований, где курсантам предстоит показать на открытой воде как силовые навыки, так и свою сноровку. Завершится регата 22 мая торжественным награждением победителей и призеров. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Семейная пара из Владивостока подозревается в том, что обмануло на 2 миллиона рублей 20 местных жителей, которые купили турпутевки за границу. Виновники, пострадавшие в одном лице. Очередное необычное ДТП произошло в приморской столице. Возможная причина случившегося – повышенный интерес водителя к своему телефону. Молодые приморские архитекторы-энтузиасты и их группы поддержки хотят сохранить один из самых замечательных памятников зодчества 19 века – дом Янковских. Упрощенный визовый режим уже позволил 10 тысячам путешественников познакомиться с Приморьем. Лидерство в рейтинге путешественников по-прежнему сохраняют граждане Китая. Из этой страны к нам прибыло почти 7 тысяч гостей. В течение нескольких дней на акватории Амурского залива курсанты будут показывать свои навыки в гребле, в парусных гонках, а также в перетягивании каната. А на сегодня это все. Есть что добавить – заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции – 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу – мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В эти майские дни жители края могут полюбоваться не только молодой порослью приморской флоры, но и фауны. Маленький олененок появился на свет в приморском сафари-парке. Его мама – так называемая гибридная оленуха – родилась от союза самца пятнистого оленя и самки изюбря. Несмотря на такое необычное происхождение, ей удалось обзавестись потомством. Малышу всего несколько дней от роду. На первые шаги детеныша смотрим все вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Максим Дудникова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА